Косоглазие Косоглазие – это сложное сенсорно-моторное нарушение зрительного анализатора. Первый шаг к лечению косоглазия – это обследование в офтальмологической клинике. По результату обследования можно определить дальнейшую тактику лечения косоглазия. Лечение косоглазия у детей комплексное и зависит от возраста, степени отклонения глаза и причины косоглазия. Одной причины развития косоглазия у детей нет. Обычно это сочетание нескольких факторов, таких как близорукость, дальнозоркость, астигматизм, наличие психических, соматических заболеваний, заболеваний центральной нервной системы и так далее. При аккомодационном непостоянном косоглазии ребенку необходимо аппаратное лечение и постоянная очковая коррекция. При неаккомодационном косоглазии, постоянном, помимо аппаратного лечения, очковой коррекции и окклюзии, необходима хирургическая коррекция угла косоглазия. Важно помнить, что у детей косоглазие в большинстве случаев можно исправить, не только косметически, но и функционально. Для этого необходимо как можно раньше обратиться к офтальмологу, чтобы вовремя начать лечение и избежать возможных осложнений. Амблиопия или ленивый глаз – это снижение зрения, причиной которого являются функциональные расстройства зрительного анализатора. Чаще всего причиной амблиопии являются аномалии рефракции, помутнение оптических средств и косоглазия. Однако при косоглазии амблиопия чаще является осложнением самого косоглазия, а не его причиной. Бывает так, что острота зрения между двумя глазами сильно разнится, более чем 0,3-0,4, и в этом случае невозможно слияние изображений и может развиться косоглазие. Основа профилактики амблиопии у детей – это регулярное комплексное обследование офтальмолога, начиная с первого месяца жизни. Важно помнить, что ребенок не знает, какое зрение хорошее, какое плохое, и не может пожаловаться, когда начинается нарушение функций. Самостоятельно невозможно выявить симптомы амблиопии, поэтому необходимо проводить комплексное обследование глаз ребенка в детской офтальмологической клинике в следующие периоды. С рождения до 3 месяцев, с 6 до 12 месяцев, в 3 года и в 5 лет. В игровой форме врач-офтальмолог исследует зрительную систему ребенка. Исследования проводятся на специально компьютеризированных современных аппаратах, а результаты исследований не зависят от ответов ребенка и его действий.